МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народное единство по-самарски. Итоги конкурса я смотрю Самара ГИС. Дед Мороз в ластах. Открытие аэрокосмической школы. Магическая битва в электричке. Кот в танке. Гигантские снежки. Все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День народного единства в Самаре прошел весело и шумно, несмотря на снегопад. Все, что было запланировано, удалось на славу. Главное место действия – площадь Куйбышева. Здесь пели и плясали, угощались вкусностями, а также танцевали с многотонной техникой. Сразу видно, что вам не страшен ни снегопад, ни холод. Отличные получились фотографии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объединялись в этот день и в Самарском университете, на пятом этническом фестивале. Чего здесь только не было. Хороводы, мастер-классы, национальная кухня, народные костюмы. Ярко и дружно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На минувшей неделе завершился конкурс «Я смотрю Самара ГИС». Вы прислали замечательные фотографии. Спасибо всем за участие. По итогам голосования победу одержала Наталья Твердова, набравшая 293 голоса. На втором месте с отрывом в 16 голосов Мария Немкова, а в тройке лидеров также и Алина Асланян. Наши конкурсы будут продолжаться. Следите за объявлениями в официальной группе телеканала «Самара ГИС». Самара готова к встрече Нового года. Именно так назвала свое видео жительница Самары Наталья Катина. Ну, подумаешь, бежит себе Дед Мороз по улице Кирова. Но если присмотреться, он бежит в ластах. Не каждый год в ноябре встретишь такое, пишет Наталья. Видео уже набрало несколько сотен просмотров. Кто это и что это, я знаю, но не скажу. Ищите подробности в нашей группе. А тем временем и Наталья, и забавный Дед Мороз получают наш самарский лайк. В Самарском университете создается аэрокосмическая школа для старшеклассников. Проект рассчитан прежде всего на школьников из Самарской и Амурской областей. Занятия с самарскими детьми будут проходить в очной форме. А с детьми из Углегорска, где расположен космодром Восточный, Комсомольска на Амуре и других городов Дальнего Востока, в онлайн-режиме. Защищать свои космические проекты дальневосточные школьники будут приезжать в Самару. Организационное собрание назначено на 28 ноября. Все подробности на сайте Самарского университета. Сервис ОК Гугл научился распознавать заклинания Гарри Поттера. Об этом сообщается в блоге корпорации Гугл. Речь идет о заклинаниях Люмос и Нокс. Люмос. Теперь с помощью заклинания Люмос можно включить фонарик на своем смартфоне. Ну, давайте попробуем. Люмос. 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 Может, дело в том, что мне не пришло письмо из Хогвартса. ОК, Гугл. Включить фонарик. Включение фонарика. Видимо, я обычный магл. Кстати, функция доступна только для смартфонов с Android. Россияне будут узнавать о чрезвычайных ситуациях через социальные сети. МЧС запускает систему, которая в режиме онлайн будет информировать жителей России через Одноклассники и ВКонтакте о стихийных бедствиях, терактах и прочих кризисных ситуациях. Это первый в мире подобный проект. Работу координирует Национальный центр управления в кризисных ситуациях. В случае возникновения чрезвычайной ситуации пользователю придет сообщение с информацией о том, что делать и куда обращаться. Система уже была протестирована во время паводков в Вологодской области. Также предупреждение получили россияне, которые пребывали в Турции во время попытки государственного переворота. МЧС сообщает, что дополнительно скачивать какие-то приложения и программы не нужно. Сообщения приходят автоматически. Следующее видео наделало немало шума в интернете. Вагон московской электрички, в котором продавец дешевых товаров и бродячий музыкант для привлечения внимания пассажиров устроили магическую битву. Я предлагаю вам уникальные товары. Это освежитель для тайной комнаты. Все товары сертифицированы в Министерстве магии и Минфульфпромторгом. Это сборник анекдотов про того, кого называть нельзя. Все товары по 13 рублей, оптом дешевле. Освежитель для тайной комнаты? Нет, ну надо же. Но и это еще не все. Темный лорд не заставил себя долго ждать. Ах, Амада, кедабра моя! Заклинание против морщин! Что ты тут делаешь? И мило, убил я врагов! Боек! Но к финальной схватке готов! А потом, судя по всему, пришли дементоры в погонах и высадили их. В любом случае, эти гении маркетинга удивили не только пассажиров вагона, но и тысячу россиян, которые распространили это видео по всем юмористическим сайтам и пабликам. Да, Хогвартс-экспресс уже не тот. Соскучились по котикам? А по котикам в танке. Инженер из Новосибирска Иван Верясов смастерил домик для кота в виде танка. Танк ездит, башня крутится, ствол поднимается, кот доволен. Практически Т-34 весом в 50 килограмм. Фанера и зеленый ковролин, металлические трубки и саморезы. Во время сборки мастер не использовал клей, только мастику. Детали танка покрыты акриловым лаком на водной основе. Ждем новостей о первых собаках, павших жертвами танкового аса. Хотя, еще посмотрим, кто кого. На Ямале возле села Ныда было зафиксировано необычное природное явление. 18 километров побережье Обской губы оказалось усыпано ледяными шарами. Как будто на местном пляже заготовили снежки для снежной битвы. Первое фото опубликовали в группе «Дороги и транспорт Ямала» и понеслось. Клюква в сахаре, снежные ежики, как только не называют шарики пользователей интернета. Как выяснилось, шары образовались из-за сильного снегопада, последующей оттепели и шторма. По словам старожилов, такое природное явление на Ямале случилось впервые. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok